В эфире новости Севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. Жители Башкирии сняли на видео необычные явления. Как по ночному небу движется небесный поезд из 60 спутников. Их запустила в космос компания Илона Макса SpaceX. Спутники выстрелились в цепочку. Из-за низкого пролета над Землей наблюдать за ними могли все желающие. Запуск состоялся 24 мая с космодрома на мысе Канаверал в США. После старта первая ступень ракеты успешно села на плавучую платформу под названием «Конечно, я все еще люблю тебя». В компании отметили, что это уже третий подряд успешная посадка первой ступени. Нефтеканцы приняли участие в пасхальном фестивале в Уфе. Участниками стали 10 воскресных школ и молодежных организаций республики. Воскресная школа Петропавловского кафедрального собора Нефтекамска представила спектакль «Новые приключения Буратино» и выиграла гран-при фестиваля. В состав жюри вошли священнослужители и актеры театров. Шоу-дефиле и выставка собак всех пород прошли в Нефтекамске. Участники порадовали зрителей разнообразными костюмами и интересными номерами. Для большинства собак и их хозяев это была первая выставка. Они отметили, что это отличный опыт. Перед участниками выступила представитель компании по производству кормов Елена и ее питомец «Боксер Бакс». Они показали номер с элементами курса дрессировки и послушания. Все участники получили не только ценные призы и подарки, но и полное описание собак, а также на пусты от эксперта выставки Любовь Филимоновой из Ижевска. Теташлинцы приняли участие в первом этапе всероссийской летней спартакиады. Ее провели среди девушек и юношей с ограниченными возможностями здоровья. Спартакиада проходила в Уфе по трем дисциплинам. В настольном теннисе участвовала Мария Трифонова, в плавании – Рудольф Адулин. В соревновании по легкой атлетике на дистанции 400 метров – Фанис Ширафудинов. Он занял первое место. К состязаниям ребят подготовила Лейсан Тимирбаева. Подростково-патриотический клуб «Арслан из Дюртюлей» принял участие в турнире по карате Кёку Синкай. В состязании, которое прошло в Туймазах, выступили 9 воспитанников клуба. Они привезли 8 призовых мест в разделе «Кумите» и 9 призовых мест в разделе «Боевой марафон» в средствах защиты. Бронзовым призером соревнований стал Чингис Галимьянов. Серебро завоевали Ислам Хазиев, Азалия Хасанова и Назар Сабиров. Чемпионами турнира стали Энже Хасанбекова, Ильнас Рахманов, Султан Сайфулин и Денис Гемалдзинов. Спортсмены достойно отбились на 10 учебно-тренировочных поединках и получили кубки и медали. Отметили и тренеров команды – Ирика и Разили Хасанбековых. От имени попечительского совета Федерации карате им вручились сертификаты тренеров. Ирик Хасанбеков также удостоился награды «Тренер года». В частном секторе Верхней Иркеева на улице Казанской обнаружили лис. Хищники расплодились в недостроенном доме. Сегодня там 6-7 особей. От нападений животных страдает домашний скот. Жители заметили, как лисы воруют кур, гусей и уток. С просьбой о помощи они обратились в администрацию села. 1 июня в Верхней Иркееве состоится народный праздник Сабантуй. Праздник плуга проводится ежегодно на Майдане на въезде в Верхней Иркеево. В программе мероприятий – чествование передовиков сельхозпроизводства, парад, театрализованные представления, детский Сабантуй, игры, аттракционы, спортивные состязания. Желающие смогут участвовать в конных скачках, национальной борьбе, беге, соревнованиях по гиревому спорту, армрестлинге и волейболе. Большую площадку организует компания Уфанет. На ней дети и родители смогут попрыгать через огромную скакалку, поиграть в гигантские шашки, поймать рыбу и порисовать. Начало праздника в 10 утра. 26 мая для любителей здорового образа жизни в Янауле состоялся двойной праздник. Сначала на центральной площади города провели зарядку со звездой с хоккеистами клуба «Торос», Максимом Орловым и Александром Бузуевым. Энергичные и активные участники от мала до велика дружно повторяли упражнения. Акцию продолжил велофестиваль «День тысячи велосипедистов». Организатором велопробега уже не первый раз выступает районный совет женщин. В этом году участников было в два раза больше, чем в прошлом. Велосипедисты проехали по центральным улицам города до площади Сабантуя. Там их ждала развлекательная программа, песни, игры, конкурсы, викторина и фуршет. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды.